Друзья, приветствую! Сергей из Москвы прислал посылку в посылке образцы масла EXTREME AMG VR2 530 GTG. Так, вот описание. Автомобиль, условия эксплуатации. Это Mitsubishi Bishi Outlander 2020 года, конец 2020, свеженький. Так, данные по маслу, даже спектр. Сергей положил спектрограмму. Так, лабораторные. Ну и два образца, свежая отработка. Данное масло, эталон уже данного масла у меня есть, я проверял пару раз. Иван из Самарской присылал мне. Так, ну, поэтому первым делом проверю свежие от Сергея, сравню с эталоном, ну и посмотрим. В эталоне, да, хочу напомнить, кто-то может не видел. Значит, Иван из Самарской области присылал. И два раза разные результаты были. Было 8 щелочной и 9,4. Вот, вроде как менялась рецептура. Так, закладываю. И давайте посмотрим сейчас, что намерит прибор. Значит, 96 по противоизводственным присадкам. Очень похоже. Гликоли нет. Нитрование. Значит, обратите внимание на сажу. 0,03% в свежем масле. Это такой себе намек на рециклинг, на использование очищенной отработки. Опять же, кислотная выше. Возможно, она же влияет. Отработка. И щелочная значительно ниже. 7,7. То есть, по сравнению с новым образцом, там 9,4. Значит, очень сильная просадка. Ну, если рассматривать это какая-то старая партия, где было 8, то может быть. Опять же, отработка очищенная. Она не только грязная, она еще и должна быть более кислотная, чем свежее масло. Поэтому, может быть, таким образом повлияло. Ну, странные. Странные результаты. Какие-то непонятные. А может быть, если используют рециклинг, отработку, добавляют туда присадки и стандартные пакеты. Они прибиваются кислотностью. Да. Значит, вот отработка уже. Двухлитровый 4B11 мотор. Ну, вот видите, чип-тюнинг от Алексея Зугорд. Значит, противоизносных присадок 59%. Гликоля даже здесь засветился. Ну, и смотрите, нитрование 32,6. Высокое достаточно. Ну, растет. Та же сажа остается. То есть, она неизменная получается, что мотор работает хорошо, но свежий. Видите, 37 тысяч всего пробега. Высокое для этого пробега. Кислотное. Ну, и 4,9 щелочное. Ну, надо учитывать, что этот эталон 9,4 и с ним сравнивалось. То есть, изначально меньше было, но с ним сравнивалось. Поэтому такие результаты. Ну, да, сильно, конечно, просело масло. Но здесь надо отметить первый фактор, очень важный, чип-тюнинг. Второе, что, скорее всего, есть подозрения на использование рециклинга отработанного масла. Причем, не очень хорошо очищенного. Ну, как бы так, я бы оценил 0,03, это много. Вот, и Сергей двигается часто по трассе, по платной до 150, высокая очень скорость. То есть, окисление происходит намного быстрее. Так, смотрите, по повязкости, в общем-то, вопросов нет. Все нормально, мотор, в общем-то, нормально работает. Есть небольшое разжижение. Да, кстати, не забывайте отметить видео, подписаться на канал. Нажимайте колокольчик, если не хотите пропускать новые видео. Так, сейчас покажу вам оценку ресурса, что у меня получилось. Ну, тут, конечно, провал по сравнению с прошлыми тестами. Честно говоря, провал по мощным нейтрализующим свойствам 8200 примерно, 190 млч. По нитрованию 7700, но видно, что нитрование тащит кислотность сюда. Видите, да? Возможно, это вот сочетание высокой очень скорости и прошивки. Вот мне так кажется. Ну, и с вязкостью никаких проблем. Значит, Сергею я скинул сразу, как проверил, скинул результаты. Он сказал, что откатился уже на стоковую. Сейчас использую другое масло. Будет интересно, кстати, если он пришлет, посмотреть, сравнить на самом деле, насколько влияет прошивка. В принципе, по-хорошему не вижу смысла атмосферные шить машины. То есть, если в турбомашинах прошивка дает большой прирост мощности, там 25-30%, то в атмосферах, ну, единственное, что может быть, экологию отключить. Вот, там прирост такой, уровень погрешности, там 5% максимум. Вот, а вряд ли прошивщик учитывает влияние, значит, измененной программы на масло. Ну, и вот, смотрите, я хочу вам показать. Это масло от Ивана справа, а это вот масло от Сергея из Москвы. Я хочу сравнить по цвету. Обратите внимание, одно и то же масло, значит, в одном, вот в этом, в левом, предположительно, есть рециклинг, и сравните цвет. Не знаю, как кому, мне кажется очевидно, что левое масло темнее. Незначительно, но темнее. Обращаю внимание, это одно и то же масло из разных партий и из разных городов. Вот, сомневаюсь, что Экстрим есть поддельный, потому что продается только через сайт производителя. Ну, вот, вот такая картина, что-то какое-то, ну и сам факт, что рецептура менялась, и причем не на одном масле. Менялась один раз, менял, какое-то еще масло проверял, там тоже были изменения. Одна была рецептура, потом другая, или это, это же. Уже запутался, ребят, простите. Вот, ну, да, видите, да, цвет. Вполне вероятно, что поляки, не знаю, использовали рециклинг, чтобы дешевить производство, или, я не знаю. Не факт, что об этом знают сами ребята из Экстрима, москвичи. Ну, блин, вот такая картина. Масло, конечно, странно себя повело, но, повторюсь, здесь самые важные факторы, которые я хотел бы отметить, это, возможно, использование отработки, которая сама по себе более кислая. Вот, и, естественно, это влияет сразу на пакет присадок. Если он стандартно, его положили, то эта кислота будет нейтрализовывать щелочь. Второе, возможно, что это старая формула, там, где было 8. Второй фактор, третий фактор, чип тюнинг на автомобиле. И четвертый, я бы отметил, очень важный тоже фактор, скорость регулярная по платной трассе, 140-150 км в час. Вот, вот такие факторы, я считаю, что повлияли на масло и сократили существенный его ресурс. Благодарю Сергея за предоставленные образцы, за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья, берегите себя и близких. Всем мира, увидимся в следующих видео. Пока!